Чувашия, как и все регионы страны, готовятся к весеннему призыву. Штаб Центрального военного округа уже определил план для республики. Задачи обсудили сегодня на инструкторско-методических сборах. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В одно время такая мода, да, любой ценой уклониться, соответственно, от службы отечества, службы вооруженных сил. Это мы тоже помним. Но сейчас фактически ситуация совсем другая. И мотивация создана в Российской Федерации. Служить в армии становится престижно. Это подтвердила и призывная кампания прошлого года. План штаба Центрального округа республика выполнила. За проведенную работу военный комиссариат удостоили переходящего вымпела. Нынешней весной войска предстоит отправить 1400 новобранцев. Председатель призывной комиссии, глава региона Михаил Игнатьев. И рассчитываю на вас, что мы вместе с вами в нашей общей совместной деятельности полностью 100% выполним. Касаясь работы военных комиссариатов, хочу сказать, есть, конечно, сильные стороны, есть слабые стороны. Все те инструменты, которые есть в руках совместно с администрациями районных и городов, конечно, вы должны использовать сполна для того, чтобы у нас никаких пробелов, никаких сбоев не возникало. Для военкома республики нынешний призыв 24-й по счету. Если раньше, говорит Александр Макрушин, в регионе заводили сотни уголовных дел науклонистов, то сейчас ситуация поменялась кардинально. За последние годы увеличилось количество новобранцев с идеальным здоровьем. Это кандидаты для спецназа. Немало призывников еще до службы проходят подготовку по военно-учетным специальностям в организациях ДОСАФ. 534 человека, а это 20%, у нас ушли в армию с высшим образованием. Это очень знаковая для нас цифра. Помимо этого, 343 человека, это практически 13%, это люди, которые обучились в ДОСАФ. Большая задача стоит перед нами. Это комплектование учебных групп, подготовка специалистов. Как правило, ребята с высшим образованием, они очень востребованы и на достойных должностях несут службу. Большая работа ведется и с учениками школ. Республика – один из немногих регионов, где вот уже 50 лет проходят игры «Зорница» и «Орленок». В ближайшие годы, отметил Михаил Игнатьев, в Кадетском сквере создадут парк «Патриот». В его наглядном пополнении обещают помочь Минобороны страны. Мы сейчас с Министерством обороны Российской Федерации будем отрабатывать. С Департаментом воздушно-космических сил помещали дать бывшие в утопрелении истребители, макеты. Весенний призыв стартует 1 апреля. Большинство молодых людей в военкомат региона отправит войска Национальной гвардии, ВДВ и ВМФ. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.